Всем здорово дорогие друзья, с вами как всегда Нигма, продолжаем играть с вами в различные андроид игрушки и возвращаемся в Genshin Impact. У нас кстати вышло какое-то новое ивент в Сумеру. На утесово-крестностях Сумеру теннисный алхимик Хаджанат экспериментирует с сильнодействующими переплавляющими таблетками. Блин, это интересно. Я хотел сегодня пройти испытание Афаиста, как у нас наконец-то вышли все этапы, да? Да, все этапы вышли. Я бы прошел на самом деле вот только на уязвимости. Остальные ресурсы мне не так важны, типа мне желательно просто забрать ко мне истока. Но если ивент вот на, как его называется, детскую сказку мы в принципе прошли, громоцвет это просто босс, это просто бездна, в общем-то, но мне интересно посмотреть новый ивент в Сумеру. Только они будут длиться одинаковое время с этим, как его с испытаниями эликсирами этими Афаистов, в принципе, мне без разницы, что из них выполнять впервые. А, тут еще, блин, и нельзя телепортироваться к этой метке. Ну, возможно, потом можно будет, когда я возьму задание, либо же поговорю с чуваком на этой метке. Потому что мне вот испытание Афаис мне не очень понравилось сам по себе ивентом. Опять же, на время надо убивать монстров, причем это время достаточно такое неприятное в этом плане. Сейчас я буквально зарядку подключу на всякий случай. Так, я вроде подрубил, заряжается, да, заряжается. И у нас тут еще один квест, господи. Надо пометить этот квест на выполнение. Я помечаю все квесты, которые есть у нас в Сумеру на всякий случай, чтобы потом их пройти. Все, которые я имею в виду, не вообще все в Сумеру, которые я встречаю. То есть, если вдруг я что-то там пропущу, то у меня, да. И еще, если будут небольшие фоновые шумы, я это... Пока записываю, как раз поставил винду на обновление, поэтому ноут у меня включен. Если он будет немножко шуметь... Ну, я звук выключил на нем. Я имею в виду, если, типа, там кулер будет шуметь, то... Прошу прощения. Как только обновление завершится, я думаю, в течение 15 минут, где это произойдет, я вырублю ноут. Хм... Так. Ой-ой-ой, чуть не упал. Надо попробовать сначала взаимодействовать с меткой вот этой. Может быть... У меня откроется телепорт к ней. Хотя, не похоже на то, что... А, ну, она еще не активна. Видимо, я смогу к ней телепортироваться, когда я поговорю вот с этой женщиной. И, блин, это опять же... Этот ивент похож на... Господи. Неинтересны мне ваши мини-задания. За них ничего не дают, кроме мор и всякого мусора. Хи-хи-ха-ха. Стоит и хихикает не по себе. Ты чего это за людей? А, давно вы здесь? Ну и грубияны сплетничает будущая звезда. Какая она злобная. Глупая фантазия... Ну, ясно. Она явно еще... О, сделать сильнее. Где-то я уже такое слышал. Я, кстати, не помню на самом деле ее. Я первый раз ее вроде бы вижу. А, видимо, других алхимиков мы встречали из Монштата. Угу. Эффектом переплавки, переплавки, взрыв, мощный взрыв-воздух. Господи. Это опять, по-моему, тот же самый ивент, как испытание Фаис, только немножко с другими условиями, как я понимаю. Моры у нас и так достаточно фигурировали. Умоляю вас. Серьезно. Согласились. Переобулась. Вот этот снобизм. Бла-бла-бла. Так некрасиво поступать. Награду. Ну все. Паймон сметень. Умоляет. Паймон думает. Следование завершится. Возможно, мы, кстати, сегодня оба ивента пройдем. Почему бы нет? Хотя, не факт, что у меня сегодня откроются все этапы именно вот этой части ивента. Так, ну. Пролог мы выбили. Из изучения таблеток нам предстоит пройти три последовательных раунда. В каждом из необходимо побеждать непрерывно появляющихся врагов за отведенное время, чтобы набрать очки. Как я это ненавижу! В прямой шутке между раундами вы можете менять став отряда. Эффективнее справиться с разными врагами. Бла-бла-бла. Вы получите медали. Бла-бла-бла. Усиление. Звучит что-то еще сложнее, чем испытание Фаис. На самом деле. Ой, я не туда иду. Я иду по квесту с пакетителями сокровищ. Не-не-не. Мне не-неинтересно. Мне надо идти вот сюда. И надо еще посмотреть, сколько этапов у нас открыто сегодня. Давайте проверим. Описание. Тут, скорее всего, будут показаны, сколько этапов у нас открыто. Офигеть. То есть, сам ивент идет, по сути, девять дней. И только через четыре дня у нас откроется второй, ой, третий и четвертый этапы. То есть, пока у нас либо вообще один этап, либо два этапа доступно, да? Нет, тут вообще у нас только один этап доступен. Ну, тогда мы попытаемся пройти его на хотя бы тысячу очков. Остальное, опять же, не так важно. И, в принципе... Пойдем на испытание Фаис. Да, как-то так. Я думаю, оставшиеся три этапа я не буду проходить каждый день, типа, по одному этапу. Или каждые два дня, или три дня, сколько они там открываются. Я подожду последних трех этапов, когда они откроются полностью. А пока мы с вами чисто затестим этот ивент. И пойдем на испытание Фаис, который уже полностью открыт. И там мы можем пройти сразу с вами все этапы. Эффекты переплавки. Отвар из холодной воды бонус Гидро. Неинтересно. Бонус Крио. Такое себе. Замораживает зелье хрупкости. Замороженным врагам отвар из холодной воды. Есть что-нибудь на огонь? Да, вот есть Пиро бонус. Есть Шанс Крит попадания. Есть еще, как бы, несколько уровней сложности, да? Ну, давайте попробуем сначала на обычном уровне сложности, я думаю. Так, и... А-а-а! Да! Тут даже можно выбрать себе других персов в отряд. Но я бы хотел, на самом деле, взять себе свой отряд, наверное. Потому что у меня он явно посильнее будет. Давайте я только сюда Байду все-таки поставлю. Вот только вместо Гань Юй, я думаю, может быть, взять что-то другое. Хотя, блин, мне... На самом деле, тут надо либо от Делюка, либо от Байду отказаться. Потому что, видите, здесь Селектро и Пиро слаймы. Ну, ладно, пофигу, типа, так, не тагань Юй, дайте мне мою, а то это всего лишь 80-го уровня. Да, я думаю, так пойдет. Нам хотя бы 1000 очков набрать. Я не стремлюсь набрать максимальное количество очков. Мне главное, Камни Истока забрать. А монеты и Карта Опыта, это не так важно. И в испытаниях Фейс тоже будем в основном на Камни Истока стараться пройти, а не на все награды. В испытаниях Фейс, там, чтобы забрать Камни Истока, ты должен отметить за один раз, там, 7 врагов или что-то в этом духе. Опять та же самая арена, как в испытаниях Фейс. Эти два ивента как будто клепались друг с друга. И что это значит? Так, давай сюда. Я не понимаю, что это значит, но окей. Я пытаюсь нажать ульту, а почему не нажимается? Наконец-то, блин. Ну офигеть от вас урона, конечно, чуваки. А, они автоматически активируются. Я думал просто, что они активируются не автоматически. Но мне кажется, на минимальном уровне сложности я просто не смогу получить нужное количество очков за короткий промежуток времени. Мне нужно хотя бы средний вариант выбирать. Блин, тут эффекты пиро, они мне не особо интересны. Блин, всрал навык байды. О, два гигантских вишопа, окей. Ну так как это минимальный уровень сложности, не думаю, что тут возникнут какие-то проблемы с тем, чтобы победить вишопов или типа того. Я думаю, я их в принципе убью. Но вот только очков я за них вряд ли получу особо много. Надо, я думаю, как минимум на втором уровне сложности это проходить. Потому как мне кажется, я просто не набью нужное количество очков за этого. ну да я чуть-чуть не хватило мне все таки можно конечно косари опыта я думаю набить за этот этап а это еще и не виннее весь этап то есть я еще и буду получать дополнительно потом но я не хочу особо менять персов да давайте мы точно также оставим типа зачем мне менять персов интересно очки будут стакаться то есть я к примеру у меня было 900 чем-то очков да отлично так мы наберем 1000 очков вообще беспроблемно мы даже больше наберем может быть даже если тут и 3 этапа будет мы 1000 2 наберем с вами блин тут бонусы и к дурацкому гидро идут а у меня нету гидро персонажей в отряде можно было тарталью конечно взять но это опять же такое себе потому что он всего лишь 80 уровня так пошла ульта и тут как-то каким-то случайным образом тебе дают вот эти перки на самом деле такое ощущение так снова похитители сокровищ бла-бла-бла блин постоянно не те перки активируются вот ни разу огонь блин не активировался сколько вообще здесь по сути свои этапов будет интересно о фату и пошли как быстро они ушли окей так пошло бонус к огню это хорошо сразу же минус давайте мы еще от агентов а ту избавимся о опять бонус к пира дали отлично так ну вроде с этими разобрались все этапы закончен следующий раунд так интересно сколько раундов будет вообще в целом по стандарту давайте пылающий отвар тут даже показано какие будут зелья в этом этапе не юзаться а сколько у меня там очков я нафармил 1690 да у меня есть мне кажется все шансы набить себе 2000 очков нужно только 310 очков за этот этап замутить о бонус крио идет ну может тогда крио допустим заюзать хотя ну это такой себе давайте не будем жалеть ульты надо я конечно 3000 очков ряд ли набью хоть и чертова знает опять же да ну только если очень сильно повезет блин там а бонус к пира пропадает надо реализовать пира хотя бы пока не поздно да вот таким образом о бонус крио идет отлично так какие тут будут элитные противники вот видите минус в этих ивентах то что время как бы идет а у меня накапливается медленно это как и называется вау нифига себе сразу сразу сколько бонусов дали так пошла ульта делюка сразу активируем еще всякие разные твары но я больше чем вот этого сейчас убить вряд ли успею блин я почти 3000 нафармил мне чуть-чуть совсем не хватило прикиньте я почти прошел на золото на минимальном уровне сложности это офигеть жесткий результат на самом деле здесь реально можно пройти это все на 3000 даже на минимальном уровне сложности если типа мне просто бы чуть-чуть повезло там я может быть убил бы хотя бы одного крипа какого-то на первом этапе дополнительно да то я бы просто прошел это сейчас на 3000 я наверное даже вне записи поиграю я думал это будет сложнее а тут минимальный уровень сложности по сути сразу же у тебя 3000 очков практически интересно тут на разное зависит от уровня сложности то дадут ли тебе собрать какие-то награды или нет ща посмотрим или реально на любом уровне сложности главное накопить 3000 а зачем тогда другие уровни сложности если на минимальном можно уже нафармить чисто ради рекордов или чё видимо да а нет тут надо для я думал 3000 надо для максимальной награды а нужно 4000 то есть вот зачем другие уровни сложности то есть 3000 еще возможно нафармить на минимальном уровне сложности а вот 4000 уже проблематично это тогда понятно зачем другие уровни сложности чтобы просто накопить вот золотую медальку я думаю просто там будет именно 3000 следующая метка а она оказывается идет 1000 2000 4000 ну так или иначе самые главные награды мы в принципе забрали а у нас хватит сейчас для круточки на ганьёй точнее на ганьёй а на какоми да давайте сделаем одну круточку может что-то годное выпадет так это у нас какой-то эпический предмет 4-х заздачный сахароза понимаю но давайте тогда и созвездие возвысим окей я надеюсь у меня еще не максимальное созвездие у сахарозы да поэтому активируем мне кстати это обновилась винда и шкомп начал как раз шуметь поэтому я его закрою сейчас так ну окей допустим с сахарозой мы разобрались я кстати еще знаете что хотел сделать я хотел этого прокачать нам перса этого как ее зовут вот эту барышню чтобы получить шарик у нас теперь есть вот эти вот фрагментики поэтому можем это сделать и еще давайте повысим уровень просто чтобы было так смотрим сколько будет лишнего опыта да 1600 фонд заведения неважно и для возвышения нам уже надо добыть грибы камешки у нас есть это замечательно но для следующего шарика нужно будет не 50 по моему уровень да или да или 50 не для следующего шарика нужно будет 50 и все правильно то есть если мы сейчас повысим ее до 40 уровня мы шарик не получим нужно будет бегать собирать мусор еще перед этим но мы получили один обычный шарик и можем сделать еще крутку обычного предмета либо персонажа ну конечно лучше персонажа так молимся ну да как обычно мусор я уже давным давно за обычные шарики ничего особо годного не выбивал так ну и сегодня мы видимо пойдем с вами на испытания фаис так нет рекорда нет рекорда ваш рекорд мне вот на очки и на уязвимости не так интересно проходить я хочу просто здесь задыбать камни истока сделать еще пару круточек на какоми и может быть нечто выпадет еще интересное я бы вроде бы выздоровел да но насмок у меня никуда не ушел блин кстати кто тоже квест неподалеку находится так ну что нам надо сделать по первому так сказать этапу если подумать нам нужно за раз 7 уязвимостей выявить а для того чтобы выявить 7 уязвимостей нужно чтобы было 7 противников на карте одновременно потом нам нужно будет отбежать от них чтобы они были все в одном месте и не сбили мне вот это замедление времени одновременно быстро быстро всех из них пометить у нас будет сразу бы пробная команда поэтому каких-то других персов нам здесь не дадут особо заюзать вообще странно что те подают пробную команду но при этом 1500 очков нафармить достаточно сложно я думал типа это будет достаточно просто один раз когда сыграл и понял что блин там надо как-то жестко играть чтобы нафармливать эти очки плюс там монстры не сразу все появляются так собственно в начале по моему не будут идти по 7 противников на первом этапе хотя нет будут смотрите-ка я даже не не знал что будут так все я это я все сделал я их одновременно всех убил офигеть видимо только вот на этого и не не сделал уязвимость как я понимаю так я хочу сейчас чтобы у меня а подождите у меня нету хочу такие огромные хили чурлы аллоу так блин тут еще и хилеры дурацкие есть как я понимаю мне нужно как-то накопить это зелье отлично выявлено уязвимостей 13 ну и теперь они должны достаточно быстренько отлетать как я понимаю но с уязвимостей гораздо веселее конечно играть чем без них но все равно для того чтобы даже накопить там не мне нужен навык сенсю по-любому так мне нужно еще одно зелье фаис екс отлично зелье есть так вроде бы сделал все но видите здесь минус в том что противники не сразу появляются из-за этого я не могу так быстро очки нафармливать как хотелось бы так бумба бука до типа вот это вот да давайте накапливать снова зелье я по-моему даже в прошлый раз больше очков заработал чем за сейчас ну блин у меня не накапливается вот это зелье дурацкое я не знаю почему я вообще мало очков этот раз накопил всего один косарь но кстати я был близок полутора тысячам я набрал в этот раз больше чем в прошлый давайте еще раз попробуем не просто интересно возможно ли набрать полтора косаря может быть в этот раз будут быстрее противники прогружаться и мне будет попроще но я уже вижу что я выполнил на минимальное условие в прошлый раз я сражался типа близи с ними и не успевал их просто проклацать с помощью зелья сейчас я буду уже успевать их проклацывать и мне будет гораздо проще в этом плане главное в третьей волне всех завалите я думаю за третью волну мне дадут ну не третью волну как это называется ждем когда они все появятся сейчас ну блин вот так давайте мы вернемся от этих засранцев так и тут главное как можно быстрее сейчас разобраться с хили чурлами давайте сразу пусть будет эффект пара готово пошли комбинации вместе с Син Цю надо сочетать допустим различные эффекты и ульты скажем так да блин камера не наркоман так вроде уязвимости были выявлены и теперь надо пока на них уязвимости быстро провести атаки в прошлый раз я использовал вот эту барышню и Син Цю то есть какоми и Син Цю и наверное сделал неправильно потому что я не сочетал разные стихии между собой господи ну как же долго они появляются это просто жесть и причем это только второй этап а я даже до третьего могу не успеть дойти сегодня надо сочетать больше элементов то есть допустим те же гидра и пира возможно еще добавлять вот бутонизацию через эту барышню не всех задел но много но не успею третий этап зачистить по любому хотя а это еще даже не третий этап это половинчатый какой-то этап у меня просто зелье не успеет перезарядиться за это время давайте мы завершим и здесь уже не успеваем я хочу повторить если сейчас не получится то я уже не буду пытаться мне чисто главное только камни и столько залутать остальное уже такое себе типа да для идеала конечно все награды залутать тем более что тут дают уже готовых персонажей типа это должно быть выполнимым но у меня на андроиде видите противники сразу не появляются и это огромный минус у меня куча времени уходит в пустую из-за этого и у меня время начинает идти а противники не появляются сразу Так, клацаем уязвимости Так, ну они вроде Сами умерли, окей Так, добиваем хиличурла Окей Очень медленно зелье заряжается, мне это не нравится Сами умерли, окей Сами умерли, окей Сами умерли, окей Так, ну клип, по-моему, самый большой урон наносит соло У меня, кстати, почти новое изделие готово Мне кажется, это достаточно неплохой этап И здесь можно уже попробовать это Пройти это все Я думаю, сейчас у нас есть шансы на то, чтобы зачистить это все Нужно только в этом этапе сейчас, когда противники появятся Сделать еще одно зелье, я думаю, будет зашибись Так, чуть-чуть не успел всех задеть, ну ладно Что-то я все равно даже не накопил нужное количество очков Как я не пытался Блин, а в прошлый раз я как-то почти больше, по-моему, заработал, разве нет Короче, что-то... видите, они очень медленно появляются Противники появляются слишком медленно для того, чтобы я успел пройти это на полторы тысячи Возможно, андроиде просто это почти невозможно сделать из-за медленного спавна противников Поэтому, ладно, я забью на эту тему Не буду уж копить полторы тысячи Чисто буду проходить на камне истока Остальное мне не так важно Но, по-моему, кстати, я... Прошел на этот... Как его называется-то? Ой... Я прошел, по-моему, на этот... На два этапа То есть я не только одну, а один этап задачи выполнил Но и второй, по-моему, еще Там тоже было что-то связанное с этими зельями Я думаю, комбинация нормальная сделала в этом плане Там, по-моему, один на очки, один на... Одновременная пометка с зельями И один что-то там на какую-то синергию или тип того Сейчас посмотрим, кстати Но на камне истока я должен был пройти По-любому Тут главное на камне истока пройти Остальное уже не так важно Эээ... Нет, это, видимо, не здесь забирать Видимо, здесь Да, здесь надо забирать Да, я на два этапа из трех прошел нормально Остальное уже не так важно Типа полторы тысячи очка Очков это не так важно собирать А вот здесь, опять же, нужно семь уязвимостей на текущем уровне Не выглядит сложно Я думаю, это мы тоже пройдем На очки, опять же, вряд ли смогу пройти Из-за медленного спавна противников А вот на Минимальную награду Почему бы нет Мне показалось Или тут елань есть у нас В качестве пробного персонажа Интересно, вот там было написано Семь уязвимостей на этом уровне Это одновременно или не одновременно Нужно сделать Но я постараюсь одновременно сделать Если будет такая возможность Но, может быть, здесь будут противники Опять же, появляться Вот как раз не полностью А по одной штучке К примеру Так, я думаю Кого мне сначала использовать? Наверное, сахарозу Так, ждем спавна противников Ну, давайте, появляйтесь Господи Просто вот 15 секунд И просто ждешь Когда они, блин, все появятся Так Ну, вроде бы я сделал Я тупо всех ваншотнул Так, давайте ульту елань используем Я не помню, что у нее за ульта А, вспомнил Блин, кто меня заморозил? Это вот эти вот гребаные лучники, да? Блин, я не успеваю Все уязвимости навесить на них А, я всех убил опять? Окей Я не против Так, вроде через сек прошел почти Блин, зря я эту штуку использовал сейчас Мало врагов осталось Не подождал, пока новый появится, к сожалению Ну, ладно В принципе, вроде зачищено Пошли комбинации Одного не задел, но не страшно, в принципе Блин Такс, вроде нормально. О, смотрите, здесь набрал полторы тысячи. Первый этап что-то просто был какой-то слишком жёсткий, как по мне. Хотя, не знаю, тут надо полторы тысячи набрать или больше. Ну, я тысячу семьсот набрал по итогу. Да, тысячу семь... почти тысячу восемьсот даже. Я вот не знаю, на этом этапе нужно было полторы тысячи очков набрать или больше. Потому что чё-то как-то я легко набрал полторы тысячи. Даже без этой волны, учитывая. Полторы тысячи удалось накопить. Но знаете, если мне сейчас со всех этапов получится легко собирать полторы тысячи очков, и это будет нужной суммой, то я буду, конечно, пытаться пройти ещё и первый этап на максимальное количество очков. Вряд ли, конечно, у меня это так просто получится. Но я могу использовать ещё хавку на увеличение урона. И хотя не знаю, работает ли хавка в этом режиме. Опять же, посмотрим. Но это, опять же, мне поможет побыстрее защищать противников. Давайте посмотрим, чё там у нас по условиям в этом этапе. Так, описание события. Второй этап. Да, все три награды, замечательно. А, тут даже... Нет, тут надо было набрать очков. И нужно выявить уязвимости за одно испытание. То есть не за раз, а, типа, за одно испытание 30 штук. 30 раз их пометить. Окей. Ну, я начинаю привыкать уже к этому, так сказать, испытанию. Сейчас идём на третье. Третий этап. Кадзуха отлично. Я люблю играть за Кадзуху. Чун Юнь, Мона и Хиллер. По сути, тоже Крио. Как и Чун Юнь. Ну, давайте попробуем. Чисто за Кадзуху здесь надо наносить дэмэдж в основном. Правда, Немо не так хорошо реагирует с льдом и водой. Опять же. Не знаю, почему они решили именно Кадзуху сюда добавить. Мне больше нравится реакция Немо с каким-нибудь там Пиро или с Электро. Или хотя бы с... Не Дендро, а как её там... Гео. Да. Давайте немножко подождём. Может быть, если я подожду вот здесь вот, пока у меня прогрузятся текстуры вокруг, враги быстрее появятся. Вряд ли, конечно, типа вдруг. Да, это не влияет вообще никак. Ну, давайте быстрее появляйтесь, чуваки. Оп, готово. Ну, выявил как можно больше этих шняк. Теперь постараюсь их ваншотнуть. Так, всё, вроде бы с этими разобрались. Сразу закидываем ульту Моны. Правда, я не знаю зачем, но пусть будет, типа... Ещё один удар об землю. И ульта пошла. Блин, тут невидимая стена. Да, блин, ну давай быстрее уже. Я жду просто, когда у меня... Накопится... Да, блин, у меня персонаж не в ту сторону идёт. Нет, тут даже других персонажей особо не использую, хотя надо бы. Ну, давай быстрее появляйтесь, чуваки. Пошла усиленная атака. О, всех успел проклацать, отлично. Да, блин, чё-то персонаж после этой штуки как-то странно себя ведёт. Да, чё-то в этом этапе как-то не очень хорошо. Очки фармлю. А можно уже противники появятся? У меня как бы время идёт. Не, нельзя. Они вообще не появляются. Блин, всех убил и уже стал отмечать уязвимости, но уже мёртвых противника. Ну и сразу все ульты, какие только возможно, используем. Почему бы нет? Надо как можно постараться больше очков набить. Но нет, у меня, конечно же, не получилось на полторы тысячи. Ну, больше всего очков дают именно за наложение уязвимостей. Ну, наверное, я тогда не буду в каждом этапе пытаться пройти на... Ммм, как сказать-то. На полторы тысячи очков я тогда просто буду скипать вот именно этот этап испытания. То есть набрать полторы тысячи и буду выполнять только оставшиеся два. Ну или по возможности хотя бы один на камне истока. Отмечать одновременно неуязвимости вроде бы не так сложно. Ты просто ждёшь, когда они все появятся в какой-то волне и просто всех их переклацываешь. Главное только ещё выполнять вот второе условие, где там нужно по 30 уязвимостей за матч отмечать. То есть в этот раз я вот не уверен, что я 30 штук мог отметить, потому что я использовал эти зелья, когда уже, по сути, противников не оставалось. Но я думаю, что всё-таки я отметил 30-очку. Или не отметил. Ну, сейчас узнаем. Так, да, я отметил 30-очку, это хорошо. Но тут главное камне истока зафармить, остальное не так важно. Дальше у нас идёт, собственно, 7 уязвимостей, 3... Ну, точно так же. Тут у всех этапов одинаковые условия. Да, абсолютно у всех. Абсолютно нету никаких различий в этом плане. Поэтому, как минимум, я думаю, мы будем проходить каждый этап на 2 достижения из 3. А вот на очки мы не каждый этап сможем пройти. Я вообще не уверен, что я даже один этап смогу следующий пройти какой-нибудь на очки. Поехали элементальное расстройство проходить теперь. Ну, по сути, если по 60-кам не истока за раз, и мы с вами прошли, по сути, 7 этапов, да, ну, пройдём 7 этапов, сейчас мы только 3 прошли, то у нас будет 60 на 7, 6 на 7, 42, 420 камней истока. Это у нас... ...две крутки минимум. Плюс, может быть, на третью ещё хватит. Хм. Тоже неплохо. О, новая локация! Да ничего ж себе! Вот не ожидал, я, конечно, будет новая локация. Думаю, мы всё время будем драться в той. Блин, ну она ещё больше, и, возможно, она ещё сильнее будет лагать, из-за этого противники будут появляться медленнее. Тут и Ола тоже есть, и есть Беннер. Блин, вот отлично вы, конечно, дали мне морозных и огненных персонажей, и при этом пирослаймов. Это прям гениальное решение. Ола тоже есть. Убил 7 противников, уже хорошо. Так. Окей, вроде бы эту пачку мы зачистили. Чё дальше? Пошла ульта. Я уже выявил 12 уязвимостей, это уже, я считаю, неплохо. Давайте усиление на Беннета возьмём. Пролетим тут через всех. Пошла и Ола. Заморозочка на всех. Почему бы нет? Блин, в этом этапе уже я не знаю, стоит ли использовать зелье на самом деле. Наверное, да, всё же стоит, чем не стоит. Потому что мне надо 30 уязвимостей отметить. Я слабо отметил. У меня ещё и камера почему-то поменялась. Блин, ульта просто так заюзалась. Ну ладно, я хотя бы двух убил. Ну а у меня ещё полторы минуты, в принципе, на то, чтобы выявить 11 уязвимостей. Может быть, я успею. Тем более, у меня зелье почти перезарядилось. Так, пошёл ульт сразу. Давай, перезаряжайся быстрее. Да, блин, эта штука ещё и стягивает тебя. Так, мне нужно сейчас как-то вот так вот встать. Отлично, хорошо. Получилось. Так, пошла ульта опять же. Давайте ещё Зеолу выявим. Мы, кстати, 30 ровно выявили. Мы уже прошли с вами на два условия, как минимум. Так, давай не выпендривайся, окей? Хотелось бы, конечно, ещё попробовать пройти на полторы тысячи очков, но я чувствую, что у меня это не получится сделать. Давайте быстрее появляйтесь. Отлично. Типа я всех убил, но мне не дали очков достаточное количество. Ладно, очки, видимо, я не смогу пройти эти этапы. Да, чисто ради прикола ещё ульту Зеолу сделаем. А я даже не успел сдамажить ей. Ну, здесь вообще 800 очков, такое себе, конечно. Ну, да, здесь реально нужно, чтобы, короче, играть с ПК, и чтобы противники появлялись быстрее, потому что у тебя мало времени даётся на ивент. И просто ты ждёшь кучу времени, пока противники появятся. Там по 15 секунд ты ждёшь просто, когда прогрузится следующая волна. Ну, то есть, как противники появятся. А на компе они должны появляться мгновенно. Но, либо на каком-то мощном телефоне, на котором бы игра работала лучше, чем у меня. А у меня, к сожалению, не получается успевать их убивать. Ну, то есть, не то, что успевать убивать. Просто я трачу очень много времени между волнами на прогрузку этих волн. В этом плане это, конечно, печально. Это печально. Так, давайте заберём свои награды. У нас, по-моему, там то ли два, то ли три этапа всего осталось, да, если я не ошибаюсь? Да, блин, я не туда зашёл. Мне надо вот сюда. Испытание Фаис, основные награды. Да, ещё три этапа у нас есть. Так, ну погнали, ещё один выполним тогда. И потом ещё два. Ну, то есть, все выполним. Сегодня я хочу этот ивент закрыть, по возможности. Ну, то есть, пройти хотя бы на... Два из трёх достижений каждый этап. На очки, как я и говорил, у меня вряд ли получится сделать. Но на другие награды почему бы нет. На Мору и на... Пометки. Ой, на Мору и на Камни Истока. То есть, задание на пометки. 30 пометок за ивент и 7 пометок одновременно. Тут в каждом этапе одинаковые условия. Ооо, нам дали сэра... Как его там? Камисату Аято, по-моему, да? Или как там тебя называют. Прикольно. Заодно поиграем за него. Будет весело. Сялин, Елань опять. Жалко не... Это... Не... Как её... Не Элой или... Как там её зовут? Не Элой, а... Блин, Элой это гостевой перс. Но проверим, как Камисату Аято будет справляться с врагами. Вот просто, видите, 15 секунд минимум я жду, когда просто появятся противники. Пошла сразу ульта, я думаю. Давайте сразу и эту ультанём, чтобы мага в бездну быстренько убить. Так, а для того, чтобы избавиться от остальных хиличурлов, используем ульту Сянлин. Вот зря я зелье заюзал, очень зря. Успел его убить до того, как он это... Господи, какой большой урон, в кавычках, у... Этой, у Дионы. Господи, ну как же мало дэмоджа не наносит, это жесть. Надо я-то использовать, по большей части. Блин, надо бы побыстрее сейчас нафармить этот. Зелье, юзайся. Даже не все уязвимости успел сделать. Пошла ульта, чтобы добить оставшихся хиличурлов. И мне нужно ещё одно зелье заюзать, по-хорошему. Чтобы... Да, у меня оно готово. На следующей волне. Юзаем последнее зелье и накапливаем недостающие очки, я думаю. Да, блин, противники появились позже, чем я нажал эту кнопочку. Давайте, а я-то пошёл теперь. Комбим воду с льдом, чтобы... Побыстрее убивать противников, замораживать их. Так, чел, слезай давай. Ну, я вряд ли успею даже ещё один этот проклацать. У меня просто не успеют появиться противники до конца ивента. Вот о чём я и говорил, это огромный минус. Ну, видите, я даже не успел зелье заюзать. Минус. Огромный минус в этом. Противники просто не появляются сразу, и из-за этого куча времени уходит в никуда. Я думаю, возможно пройти, если прям точно-точно всех проклацывать, убивать их за один удар, всех противников одновременно, после каждого проклацывания. То, может быть, возможно пройти на полторы тысячи, даже у меня на андроиде, но это надо прям запариться и переигрывать по несколько раз. Возможно, есть ещё еду на увеличение урона, чтобы всех ваншотать. И тогда, возможно, получилось бы пройти это на полторы тысячи. Но это надо заморачиваться, я не хочу на этот счёт заморачиваться. Это для меня слишком, так сказать, запарно. Поэтому я не буду особо на полторы тысячи пытаться набить, либо вне записи постараюсь пройти, тоже как вариант. Так, давайте мы заберём сейчас награды. Окей. Так, ну у нас осталось два этапа, изъяны сходной формы, турбулентные реакции. Поехали сразу на следующий этап. Испытание, которое у нас на второе, я подожду, пока выйдут все этапы, потом за одно видео пройду оставшиеся этапы. И, возможно, там я как раз-таки пройду на этот, на максимальное количество очков. Просто выберу сложность повыше. Не максимальное, а перед максимальной, то есть среднее. И там, возможно, удастся накопить четыре тысячи очков, но, опять же, я не уверен. Посмотрим, как пойдёт. Либо, может быть, на максимальное даже получится пройти. Но чё-то на максимальное я крайне сомневаюсь, что мне удастся легко так побеждать противников. Так, здесь у нас Кадзуха, Сенлин и Беннет. Ух ты, да ж три персонажа пира и только один персонаж анема. Так, ну давайте, появляйтесь. Так, на семь штук уже пройдено всё. Я их просто маншотнул. Они просто сами сдохли. Я даже не... Мне даже ничего делать не пришлось. Но у меня и зелень не нафармилось, вот чем минус. Да, блин, я не успел даже использовать этот. Так, и теперь через пира уже добиваем оставшихся, я думаю. Бом-бом-бакудо! Не хочу тратить заряды на этих слабаков. Лучше подожду следующей волны. Блин, всего девять удалось сделать. Отстой. Ну, здесь одиннадцать удалось сделать. И, по-моему, да, тридцатка есть. Всё, мы уже это прошли, по сути. Теперь можно попробовать, в принципе, это. Давайте увеличим урон сейчас. Так, я проклацаю, пожалуй, их. Блин, у меня эти чуваки телепортировались мне за спину во время каста моего навыка. Отстой. Так, и ультой шлифуем. У меня уже готово следующее усиление. А почему этот не сдох? Странно. Давайте мы ещё семь лина заюзаем. Блин, не успел на последнем насакать достаточно этих штук. Но ему, в принципе, и хватило всё равно. Ну, я здесь набрал полторы тысячи. Даже две тысячи набрал. Вау, все. Все на стекл. Отлично. Отлично. Две с половиной тысячи. Просто на тысячу перевыполнил этот ивент. Здесь вот понравилось мне. Здесь было достаточно простенько набрать очки. Потому что просто вот этих вот волков ты их проклацываешь один раз, а они мгновенно умирают все. То есть, если тебе удастся проклацать все уязвимые точки на них, они просто одновременно все умирают. То ли они друг друга цепляют ещё этими эффектами, скорее всего. Потому что даже на тех, на кого я не проклацывал, вот в самом конце было, да? Они тоже умерли. Видимо, соседние монстры, на которых я тоже проклацывал эту шнягу, они тоже подрывают как-то их. Или у них радиус какой-то есть вокруг каждого из монстров. Возможно, это как-то так работает. Но две с половиной тысячи это жёсткое. Это реально жёсткое. Не ожидал я, что у меня столько очков получится собрать. Это просто на тысячу больше, чем надо. Чем максимальная, по сути, награда. Так, давайте в описание событий опять зайдём. И заберём с вами очередную наградку. Так, ну и остался последний этап турбулентной реакции, в принципе. Поехали. Выбираем последний этап. О, здесь как Коми и вот этот новый персонаж, которого мы не видели. Кстати, вот заметно, что вот этот вот перст новый, да? Ветряной, боец ближнего боя, он абсолютно никак не встречался в сюжете. Все остальные персонажи встречались как-то в сюжете, а вот этого Челика я не видел. Возможно, есть какой-то дополнительный квест или задание легенд про него рассказывает. Но вот именно в основной сюжетке, и в том же Сумеру, и в надзуме мы его не видели во время сюжетных прохождений или во время вообще каких-то ивентов. То есть, единственное, что, по-моему, на него есть задание легенд. А в остальном он абсолютно безымянный какой-то Челик. Мне очень нравится, что у него типа считается... То есть, у него, по-моему, катализатор, да, оружие, но при этом он дерётся в ближнем бою. То есть, у него абсолютно нету... То есть, это ближний боец с катализатором, это жёстко. Это выглядит очень необычно, на самом деле. Плюс он ещё и отхиливается, вроде бы, если я не ошибаюсь. Мне очень нравится этот персонаж. Надо будет как-нибудь его прокачать и поиграть за него. Тут ещё и байду мне дали, мою родную байду. Окей. Ой-ёй-ёй-ёй, ты чё творишь? Так, подожди. Ага, игра забаговала из-за этого, да? А, у меня не забрали моё это... Мой навык. Так, ну я вроде бы всех проклацал. В них какие-то штуки, видели, упали. Подожди, мне нужно за байду ульту использовать. Ну вы появляться-то будете, а, противники? Ага, Фатуи пошли. Фатуи вместе с покидателями сокровищ. А, Синоба у нас Электр, что ли, персонаж? Я чё-то даже не помню. Я за неё то ли мало играл, то ли вообще почти не играл. Давайте Хейдзу выберем. Ну мало, мало на стакал, ну ладно. Чё-то какие-то здесь душные этапы, на самом деле. Блин, ещё эта штука меня... Бесит. Я про Фатуи. На тебе. Блин, Хейдзу классный, конечно. Блин, этих чуваков уже неохота использовать вот эту шнягу. Но мне надо накапливать уязвимости. Будем надеяться, что мне ещё хватит зарядить одну флягу и потом быстро проклацать ещё восемь раз. Так, пошла Ялань. Да блин, мне нужны. 30 штук, всё отлично. Выполнено. С трудом, конечно, эти 30 раз смог настэкать, но... Успел всё-таки под конец. Ладно, здесь уже не важно. У нас уже время кончилось, поэтому да. Ну ладно, в принципе пойдёт. Минимальное количество очков я, по-моему, меньше не набирал ни в одном из этапов. Или я где-то 600 ещё набирал, не помню. Но получилось. Получилось всё-таки 30 уязвимостей сделать и... 7 раз за единый раз. Ну, за один раз, то есть. За единый раз. Ну, а так мы, по сути, посмотрели новый ивент, прошли испытания Фаис. Ну, насколько я смог пройти. А дальше уже надо будет двигаться по сюжетке. Ну, я думаю, мы по сюжетке уже пойдём в следующую серию. Сейчас просто откроем пару паков и будем потихоньку заканчивать. Как раз у нас будет где-то минимум 3... 4-4 дня у нас будет до того, как откроются все этапы последнего ивента. И мы сможем за эти 3-4 дня пройти сюжетку. Как минимум. Плюс, возможно, с заданий легенд ещё сможем начать. И пройдём даже одну или парочку. Так, испытания Фаис, описание события. Я не буду париться насчёт того, чтобы набивать по полторы тысячи в каждом этапе. Потому что, ну, опять же, у меня это весьма проблематично. Из-за того, что противники не сразу прогружаются. А сейчас мы сможем как минимум сделать две круточки. Подождите, я хотел ещё, знаете, что сделать? Я хотел ещё в боевом пропуске собрать награды. Угу. И вот в этом этапе нужно будет ещё в 2000 набрать. Но это, видимо, либо второй, либо третий, либо четвёртый этап. Потому что я набрал больше 2000, но мне не засчитало прохождение. Поэтому, скорее всего, будет позже. И мы как раз сможем тогда получить с вами синий шарик. Либо мы его получим ещё раньше и сможем сделать тоже круточку на другого перса. А пока давайте мы ещё на какоми сделаем пару круток. Мы даже сможем три крутки сделать, а не две. Ну, здесь мусор, как обычно. Давайте ещё один раз помолимся. Почему бы нет? Опять мусор. И последняя крут... Не, не последняя. Мы сейчас можем сейчас обменять эти... Ээээ... Осколки. У нас 75 осколков. Это значит, мы можем перейти в магазинчик Паймон. О, кстати, на почте что-то есть. Ну, это про затерянное богатство пишет, что оканчивается. Но это мы уже в курсе. И мы сможем ещё один последний, кстати, вроде бы шарик купить в магазине Паймон. За звёздную пыль. Да, видите, у нас последний шарик переплетающихся судеб остался. Поэтому мы его докупаем. И... Соответственно... Тратим на какоми. Последняя круточка. Смотрим, чё выпадает. Ничего интересного. Понимаю. Но, значит, что, скорее всего, в следующем паке я точно уже Легу заберу. Вряд ли я успею какоми выбить. Но я постараюсь, по крайней мере, ещё в сюжетке набить ко мне истока. Возможно, пособирать сундуков и так далее. Ещё сделать несколько круток. Может быть, мы какоми всё-таки выбьем. С вами по итогу. Плюс, видите, вон там сундуки. Ну, в сумеру дофига ещё всяких ништяков и квестов осталось. За которые дают ко мне истока. Поэтому, да. Как-то так. Так. Ну, здесь у нас показаны только эти основные моменты версии. Опросы. Это нам не особо интересует нас. Сейчас все ивенты у нас, по-моему, выполнены. Ну, кроме изучения таблеток. Но в изучении таблеток мы должны дождаться этого. Разблокировки этапов. Я буду проходить его, наверное, за одно видео, когда разблокируется последний этап. Я не буду проходить в каждом видео по одному этапу. Потому что, ну, это будет быстро и скучно. А вот сразу все пройти будет как-то поинтереснее. Затерянное богатство мы с вами уже прошли. Детскую сказку мы с вами почти прошли. Единственное, только я не смог выполнить этот... Это выполнено в древесной метаморфозе. Тоже сейчас покажу у нас. Давай, прогружайся. Тоже полностью выполнены все этапы. Блуждание в чаще у нас выполнено. Сейчас покажу. Ну, давай грузи быстрее. Блуждание в чаще у нас здесь, видите, все выполнено. Здесь у нас все выполнено. Здесь у нас все выполнено. На вот этом боссе у нас выполнено тоже все. А вот здесь у меня не получилось пройти вот эти этапы. Это очень сложно сделать. Я понимаю, что я пропускаю и вот эти вот творческие заметки и так далее. Но это достаточно сложно сделать, мягко говоря. И в некотором роде даже невозможно. Потому что, вот, допустим, уворачиваться от спор это очень сложно в этом этапе. И у меня не получилось это сделать. Победить пернатого плесника до того, как он создаст новых плесенников, это... У меня, как сказать, невозможно мне сделать. Потому что это нужно прям супер-мега прокаченных персонажей с кучей критов, чтобы они вынесли босса за 20-30 секунд. То есть, если ты за 20-30 секунд его не выносишь, то ты просто не можешь пройти этот этап. И последний ивент это, типа, вот, победить плесника, пришедшего в состоянии оживления. Я просто не знаю, как сделать. Но и награды у него такие, что даже мне особо неохота проходить. Конечно, билетики, да, прикольно. И поэтому именно вот из-за этого еще у меня... Так, секунду. Из-за этого вот у меня в магазине событий скуплен не весь магазин. Но там остался самый мусор. То есть, все основные штуки, видите, туловище всякие, корону, камни истока, фрагменты, указания. Я все скупил, даже опыт я скупил героя. Единственное, что я не скупил, это мору. 20-30 моры, то есть, по сути, здесь 200 тысяч моры осталось. Но это не так, чтобы прям супер-мега важно. Поэтому я за этим особо не гонюсь, чтобы проходить на максимум. Жалко, конечно, камни истока не удалось у меня забрать. Но хоть что-то да получилось в этом плане. Это меня радует. Ну, а на этом, наверное, пока сегодняшнее видео буду заканчивать. О, кстати, что это такое? Лотос не лотпало. Да, я помню, эти штуки были. Ну, в общем, на этом я пока буду заканчивать. В следующей серии мы, скорее всего, с вами пойдем на основную сюжетку. Именно... Сумеру. Основную сюжетку Сумеру. Вторая глава. 100 свежих роз приносит утро на праздники Сабзарус. Потом надо будет, наверное, выполнить что-то в районе дополнительных квестов. Ну, еще вот это вот, да, можно в кулинарную мечту выполнить. Питомник грез. Это задание, получается, этих маленьких засранцев и так далее и тому подобное. И видите, вот еще есть статичные пейзажи, дерево и сны тоже на Сумеру. Но испытание храма, еще куча всяких заданий раскидана по всей локации. Это мы тоже должны будем выполнить, но это будет уже после сюжетки. И, возможно, после прохождения сюжетки у нас также откроется... Либо дополнительного этапа, вот с Аронарами. У нас откроется еще последняя часть карты, в которой мы не были. Это... Так, сейчас покажу. Вот это вот, видите? Здесь у нас маленькая такая деталь еще закрыта. И нам нужно будет как-то ее открыть. Но, скорее всего, нужно либо всем вот в Аронаре помочь этим Аронарам. Господи, эти названия. Либо что-то в этом духе сделать. Еще я не знаю, короче, как мне дойти до вот этих вот штук. И там нужно, видимо, решить головоломку, как попасть к док-станциям. Еще я не знаю, как парочку из чекпоинтов открыть. Вот здесь один. И, по-моему, где-то еще был. Да, и вот здесь вот еще один под водой. Я тоже не знаю, как туда попасть. Но я думаю, если я решу вот это вот с этими док-станциями, то, скорее всего, где-то по подземным рекам смогу дойти до этой штуки. Возможно, нужно будет просто разблокировать как-то эту шнягу. Ну и плюс есть еще, конечно же, куча закрытых подземелий, которых нам тоже желательно открыть. Но это все будет потом. У нас еще есть куча-куча всяких заданий. То есть, опять же, если так посмотреть по списку заданий, есть еще и сквозь туман, и скорбные песни Гипериона, и сказания из Татары, и тщения священной Сакуры. Это все... Я не могу это все... Я просто не успеваю все это выполнять, потому что выходят новые-новые ивенты, новые локации, огромные, на которых уходит все время. Я просто не успеваю выполнять задания в Инадзуме. Плюс это еще не все. У нас есть новое задание Легенд на Тигнари, которое тоже надо разблокировать. Есть задания на Кадзуху, есть задания на Елань, есть куча, вот видите, на Хейзо есть, на Синобу, на Нингуан, Йонзинь, Гора, Бейдоу, Саю. На Тому до сих пор не пройдено до конца, потому что там был... Не мог я пройти из-за того, что было заблокировано последний этап другим квестом, который я не мог выполнить, но я его выполнил. И теперь уже у меня открыт последний этап на Тому, но я все никак не могу это пройти, потому что ивент, 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 новые задания, новые квесты, новые локации, новый контент в Геншине. И так каждый, каждый раз я просто не успеваю все это проходить. Хотя я стараюсь играть в Геншин как можно чаще, и, как вы видите по моему каналу, у меня очень много видосов по нему, но, блин, я просто не успеваю все проходить, что выходит. Как только, блин... Я надеюсь, что будет какое-то зачище перед квестами, возможно, на десяток дней как-нибудь, между ивентами в Геншине, и я смогу тогда сконцентрироваться за эти 10 дней на прохождении всего и вся. Да. А, ну на этом пока буду заканчивать. Вам огромное спасибо за просмотр. С вами, как всегда, был Ник. Продолжим изучать меру в следующей серии. А на этом пока что все. Всем удачи, всем пока, и до скорых встреч!